Внешне Сейчас я смотрю на этот шар, но он может метров 10 в диаметре Если я буду считывать с него информацию, с этого шара, с него сверху То от него выходит энергетический луч, присоединяется ко мне А если по правде сказать, это я так подсоединяюсь к нему То есть это все зависит от уровня считания информации И вот этот большой энергетический информационный шар Если у тебя почему-то идет слово высокие доступы, высокая Ты умеешь считывать высокие информации, они тебе не вредят Ты можешь переместиться вовнутрь этого шара Но при переходе как раз через границу этого шара Когда ты помещаешься внутрь, там как другое измерение Ты уже не такого размера По сравнению, если я смотрела внешне на этот шар Он для меня был 10 метровым, а я своего роста Но когда я прохожу это измерение через оболочку этого шара Я как песчинка и вокруг меня как целая вселенная Ты уже находишься как непосредственно в той программе Ну замечательно Очень хорошо У тебя есть доступ, да, вот такому состоянию к высшему Восприятию, к высшему доступу? Ну запретов я не вижу То есть я вижу, что я могу туда переместиться Нет рамок, нет границ Перенестись Хорошо Да тут не в рамках, не в границах Тут просто умение считывать Если нет, у тебя не раскрыта эта программа Ты не сможешь вовнутрь поместиться Хорошо Помещайся вовнутрь Один, два, три И в одно мгновение ты оказываешься внутри Полная синхронизация, один, два, три Гармонизация Поместилась, ну похоже изнутри Внешняя одна картинка Внутри другая картинка Внутри я уже не вижу границ этого шара Нету ограничений Если простым взглядом посмотреть, то похоже как на космос А если включить именно те функции, настройки для считывания информации То видно, что все полностью пространство Оно не темное, как в космосе Оно абсолютно светлое И миллиарды, даже триллионы разных соединений, разных нитей Проходят сквозь это пространство Проходят сквозь меня Только надо уметь уловить То есть поиск информации Какую ты ищешь Вот ту нить Тебе и надо Подсоединиться именно к той нити Информацию по ком Или по чем ты будешь считывать Мы с тобой настраивались Хотели С Масляковым Встретиться С его душой Александр Викторович Масляков Как ты будешь в этом пространстве находить о нем? Ну мне даже говорят, что не надо встречаться То есть вы просто к нему подсоединяетесь Выходите на связь В общем, связь она везде есть У всех, между всеми, между всем Просто на данный момент Мы подсоединяемся Будем считывать информацию По каналу энергетическому Хорошо Именно с Александром Масляковым Александр Васильевич Масляков Настраиваешь на этот канал? Ну вот я его вижу Очень хорошо Какого качества эта душа? Ну первый вопрос Наносим ли мы вред ему? Да Почему-то идет из окружения Никакого вреда абсолютно мы не наносим Мы просто считаем энерго Энергию Энергоинформационные поля Все это как газету читаешь О человеке Ты еще молит этим не наносишь Тут тоже самое Хорошо Ну Около родового дерева Видно его родовое дерево Красивое, светлое Как процветающие, дающие плоды Плоды на этом дереве Яблоки Яблоки красные С желтым Большие яблоки Он ходит Стоит Стоит у ствола Родового дерева Здесь он себя чувствует Свободно, легко Будучи на планете Земля В физическом обличии Он себя тоже чувствовал Свободно Не было какого-то тяготения Но тут он просто снял Все, скажем так Слово идет тяготение Тело и тяготение Земных потребностей И задач Поэтому сейчас он полностью Как высвободился Свободен Каких-то темных сгустков Больших Рядом не видно На нем не видно Понимание есть Что там есть Какие-то Отрицательные энергии Но не в очень Больших количествах Потому что он Свободно находится Около Родового дерева То есть свободно Находится в чистых Энергиях Хорошо Он готовится к совету Скоро сороковой день Тут У него нету Как Такого понимания Или задачи Готовиться к совету Это как Сделать Шаг Ты идешь И делаешь шаги Просто Двигается дальше По Тем условиям По тому уставу Который работает Как в другом измерении Встретил ли он У древа Рода Родственников Слоих Близких Может быть Ну я не могу сказать Что урода Он когда У него был Выход из тела И уже Он переносился На Высшие Энерго Энерго Слои Встречали Его Души Душ Было Очень Много Почему В его Случае У него Было Много Душ Его Встречали Много Душ Он Показывает Что у него Высокий Уровень У него Особенная Душа Ну Как говорят Нету Особенной Душ Есть Просто Душ Более Сильные Которые Берут На Себя Больше Широких Задач Не Узких А Больше Массовых Широких Задач Вот Он Такая Душа С Какого Уровня Его Душа С 14 То Что Он Стал На Земле У Нас В России Знаменитым КВН Щиком Его Прозвище Было Барин Что У него Были Такие Манеры Как Барские Это Была Его Программа Предназначение Или Это Какое-то Случайное Стечение Обстоятельств Привело К Ну Тут Нет Такой Программы Чтоб Кто-то Как-то Его Называл Тут Именно У него Была Программа Его Соединение С Большим Количеством Душ И Скажем Так Выводить Эти Душ На Уровень Света На Уровень Более Высокий Те Люди Которые Где-то Внизу Например Показ Опустили Головы Или Не Видят Света Он Выводил Эти То есть Привлекал Внимание Как Яркий Как На Яркий Свет На Него Смотрели Внимание Уходило На Него Тем Самым Взор Человека Который Потупился Вниз Поднимался Вверх Он Выводил Людей На Более Высокий Энергетический Пласт Это Было Его Предназначение Да И Он Помогал КВНщикам Стать Супер Известными Людьми Зарабатывать Больше Денег У него Задача Была Абсолютно Не супер Известная Не Зарабатывание Денег Такой Задачи Не Было На Чистоту Наоборот На Чистоту Поворачивать Вгляд Юмор Через Юмор Чистота Юмор Как Как Ключик Да Как Ключик Который Он Подбирал Каждому Чтоб Человек К нему Выходил На Связь Можно Сказать Через Юмор Да Он Поднимал Поднимал Вибрации Поднимал Энергии Этим Людям Ну Как Он Направлял Их Просто Юмор Это Легкие Анергии Высокие И Светлые И Он Именно Выбрал Эту Позицию И Этот Ключ Ну Да Этот Юмор По Всей Стране Разливался В телевизорах С Экранов Люди Смеялись Хохотали То Ее Он Как Источником Света Был Получается Проводник Света Ну Он Чувствовал Себя Каким То Проводником Света Он Просто Более Простым Заком Человек Ходит Грустный Все У него Плохо Все У него Не Так Голова У него Вниз Он Смотрит Только Вниз А Например Даже Что Упереди Или Что Выше Человек Не Видит Вот Он Этим Юмором Человека Начинает Выводить Выбивать Из Его Слова Не Могу Считать Ну То То Есть Выводил Какого-то Из Серого Состояния Из Этого Да Серого Замкнутого Своего Состояния Он Выбивал Юмора Юмор Юмор Легко Заходил Если Бо Он Это Делал Через Какие-то Мемуары Петиции Рассказы Это Бо Не Зашло Потому Что Это Сложнее А Юмор Он Очень Легко Заходит И Он Через Юмор Заходил К Человеку Стучался Скажем Так Это Образно Все Это Не Прямолинейно Это Все Образно Человек Поднимал Голову Вверх Не Всегда Это Был Как Свет Александра Масляков Для них Это Было Направление На Свет Что Можно Поднять Голову Вверх И Увидеть Что Там Есть Намного Лучше То Выйти Из Своего Состояния Уныния И Посмотреть За Этим Состоянием Что Находится Даже Даже Если Состояние Не Уныния А Состояние Какого-то Апатия Равновесия Какого-то Не Стремления Дальше Расширяться И Дальше Двигаться Он Тоже Юмором Выводил Что Повышалось Также Повышались Энергии Вибрации У Человека Тут Задействовано Много Пластов Потому Что Человек Он Как Батарейка Для Системы Энергетической И То Какие Он Выделяет Энергии Большинство Людей Какие Выделяют Энергии Так Это Батарейка И Работа Поэтому Он Поднимал Как Можно Сказать Внутренние Духовные Какие-то Задачи Но это Были Называется Чем проще Тем легче Человеку Они Ложатся То есть Он Поднимал Это Через Юмор Через Смех Над теми же Самими людьми Над теми же Ситуациями Которые С ними Происходят У него Не было Задачи Становиться Духовным Лидером Проповедником У него Такой задачи Не было Был Заход С другой Стороны Сделан То есть Есть Много Направлений Именно У Александра Маслякова Было Направление Через Юмор Через Легкие И Высокие Светлые Энергии Вибрации Поднимать Энергии Вибрации Людей Что Происходит Менялось Мышление У людей Становилось Более Ясным Более Положительным Становились Виды На будущее Понимание Будущего Это все Очень связано Между собой Это не так Плоско Не так В одном В одном Русле Это не так То есть Это его Деятельность Она затрагила Очень много Других Слоев Которые Тянули Друг Друг За дружкой Тянулись Он Поднимает Один слой Поднимается Другой Третий Четвертый Пятый Все двигается Дальше Двигается Дальше Именно То что Требовалось В Сторону Высоких Энергий Да Замечательно Но ему И не нравился Пошлый Пошлый Юмор Из Камеди Клаб Которые Многие Уходили В пошлость Ему Не нравился Такой Юмор Есть Конечно Люди Которые Выходили Выбивались Из Этого Пласта Его Его Наставлений Люди Которые Были Скажем Так Слабее И более Корыстливее То есть Те люди Они выходили Из его Пласта Зачем Они шли Основная Цель Какая Основная Цель Была Деньги И Слава Поэтому Они Выбивались Из Пласта Александра Маслякова Он Этому Не Учил Он Этого Не Желал Чтоб Так Двигалось Дальше Но Это В любом Случа Неизбежно Когда Ты Поднимаешь Когда Ты Работаешь Скажем Так Над Большим Количеством Энергии То есть Большое Количество Энергии Это Имеется В Каждый Человечек Ты Не С Одним Работаешь А С Большим Количеством Энергии Есть Свойство Что Некоторые Частички Некоторые Элементы Они Уходят В Другую Сторону Такое Есть Это Неизбежно Абсолютно Была На нем Какая Ответственность За То Что Он Воспитал Президента Украины Да И Он Выходит Из КВН Например Нет И То Что Сейчас Происходит Нет На нем Ответственности Нет Опять Такой же Элемент Он Взял И Отошел Он Также Стоял На Перепуте И Мог Сделать Свой Выбор Зеленский Либо В Светлую Сторону Пойти Поднимать Пласт Очищать И Поднимать Энергии Светлые Но Он Выбрал Опять же Деньги И Славу Популярность И Он Пошел За Другим И Там Уже Его Унесло Но Как Показывает Практика Жизни На Земле Те Кто Идут За Деньгами Из-за Славой Которых Это Основная Цель Очень Быстро Перемалывают Энергии Земли Хорошо А Как Семейная Жизнь То То есть У него Была Получается Одна Жена На Всю Жизнь Светлана Анатольевна И Один Сын Как По Семейной Линии Все Он Правильно Сделал Как Душа Сама Это Оценивает Чувствует По Семейной Жизни Двуяка В Том Плане Что Семьей Он Доволен То То есть Он Часть Сделал Но У него Был Скажем Так Момент Где Он Как Человек Понимал Что Он Мог Как Бы Еще Сделать Свою Семью Больше Но Тут У него Есть Момент Что Семья Ну Как Противоборство Внутреннее Да Он Посвятил Себе Все Таки Большему Количеству Людей И Вот Эти Люди Которые Шли На него Это Также Его Семья Если Судить По Земным Меркам И Человеческим Умом То Можно Было Быть Добавить Именно Энергии В Свою Семью Чтоб Семья Была Больше Да Чтоб Было Больше Детей Это Если Как Мозгом Человеческим Смотреть На Ситуацию Сейчас Смотрится Другой Пласт Энергетический В Энергетическом Пласте Он Сделал Намного Больше Чем Бы Он Скажем Так Сделал Свою Семью Больше Он Сделал Так Что Так Или Иначе Жена Его Она Директор Точнее Режиссер КВН Сын Также С КВН Связан И Внучка Также Она Ведет Детское КВН То С него Вся Семья Связана С КВН То КВН Как КВН Да То То Это Все Их Детище Как Бы Его Семьи Детище Да Которое Продолжает Расти Продолжает Развиваться Подрастать Продолжает Крепнуть И После Его Ухода Она Также Продолжит Жить Развиваться Я Так Думаю Да Да Это Даст Ему Так Дополнительные Баллы Находясь Там Душой В небесах Ну Пусть Будет По вашему По земному Да Дополнительные Баллы Идут Ему Ну КВНщики О нем Хорошо Все отзываются Все благодарны Ну Не всегда Были Разные Там Случаи Конечно Но В основном Все благодарны Но Он Больше Как Отец Здравомыслящий Рассудительный Который Со С С С С С С Своего Опыта Своей Зрелости Мог Давать Советы И мог Направлять Поэтому Была И строгость Было И Недопонимание Было И Противоборство Но Ни в коем Случаи Никогда Он не хотел Никому Навредить Или Показать Что он Лучше Или что он Лучше Знает Нет У него Все было На уровне Сердца На уровне Души На уровне Его Опыта То что Он Очень много Наград И премий Получил Овация В 94 ТЭФИ В 6 2002 И Много Также Государственных Наград Это Как влияет На душу Ну Он Лично Не Чувствовал Как бы Себя Достойным Этого Что Он Какой-то Супер Вклад Внес Что Он Достой Этого Нет Он Делал И Делал Это Была Его Жизнь То есть Какой-то Гордыни В этом Нет У него Нет В физическом Плане Да Если Если Смотреть Именно Его Мышление То Нет У него Такого Не Было Скажем Так Как Понимание И Где-то Приятность Что Все Так Это Как Отклик На То Что Он Делал То Сожалеет Или Ну да Есть Те Моменты О которых Сожалеет Душа Маслякова Или Недоволен Как-то Собой Может Быть Нет Такой Информации Абсолютно Нет Что Мог То Сделал Что Получилось То Сделал И Считаю Что Результат Прекрасный Нет Гордыни Нет Какого-то У него Счастья Чрезмерного Что Он Очень Много Сделал Я Пришел На Землю Что Мог Сделать Сделал Все Что Мог Сделал Сделал Максимум От Меня Все Теперь Я Не Вправе Судить Критических Каких-то Негативных Отрицательных Моментов О которых Он Божалел Я Тоже Не Вижу В нем И Не Чувствуется В его Энергиях Абсолютно Нет Вот За Его Жизнь Будет Ли Подъем Выше По Уровням Или Он Уже Произошел Так В развитии Души Давай по-другому Задай вопрос Что значит В его жизни В его жизни Когда он был На земле Или Или после Перехода Будет Ли Когда он Был На земле Я вижу Что у него Пришел он С какого Уровня Пришел он С 14 Произошло Повышение Повышение По уровням За земную Жизнь Нет Повышение Не Произошло После Земной Жизни Сейчас Он ждет Результата После Совета Как его Определят Все Он Принимает Как-то С Пониманием Как Там Определят Как там Будет Видно По Энергиям Это Он Не Принимает Туда Он Не Движется Цели Нет У Его Души Не Было Цели Спуститься Сделать Что-то Грандиозное Что Подняться Выше Нет Пришел Он С Высокого Уровня Для Чего Он Потратил Скажем Так Много Энергии Много Времени За Который Он Б Мог Вырасти Но Он Спустился Потому Что Он Уже Наставник Он Уже Может Поднять Других То Есть Он Был Как Спасательный Круг Который Спустился Чтобы Поднять Других Замечательно Большой Или У него Род Древо Рода Большое Древо Рода Большое Это Как Раз Скажем Так Видишь Есть Например Родовое Дерево Ты Видишь Оно Без Плодов А у Него Плоды Яблоки То То Это Его Род Скажем Так Тот Род Который Дает Плоды То Есть Результаты Приносит Благоприятные Результаты Для Тех Энергий Которые Находятся На Земле То Здесь Роды Например Где Мы Смотрим Родовое Дерево Нет Там Плодов То Есть Что Род Живет И Живет Кто Постепенно Где-то Поднимается Кто-то Где-то Падает Вот Так Вот Маленькими Шажками То Есть Эти Роды У них Нет Плодов Тут Александра Маслякова Видно Что Есть Плоды То Есть Результаты Его Деятельности Результаты Его Блага Не Только Его Родового Дерева Его Рода И Также Земного Рода Потому Что Основная Цель Земной Род Земные Энергии Поднимать Ну Замечательно Видно Ли Здесь Кем Он Был В Прошлой Жизни Вот Его Душа Какое Было Воплощение В Прошлом Прошлой Жизни Также Был Мальчиком Очень Любил Играть Футбол Начал Играть Футбол Лет В 5 5-6 Ходил Пенал Но Мячик Такого Как Это Небогатая Семья Это Бедно Потому Что Мяча Как Такового Не Бало Он Как Из Тряпок Что Ли Скручен Вот Это Его Жизнь Это Было Давно То У Него Каких То Предыдущих Нет Воплощения Он Давно Не Воплощался На Планете Земля Длительный Период Он Был Наставником Получается Да Наставлял Душ Но Созрело Какое-то Время Ему То Нет У него Уже Не Было Не Не Был Спускаться Он Мог Дальше Там Просто Быть И Расти Он Уже Прошел Жизненные Уроки Уроки Узлы Прошел И Он Уже Был Как Наставником Для Других Но Для Переменной Ситуации Он Принял Решение Скажем Так Что Может Хочет Спуститься И Попробовать Попробовать Никто Не Гарантировал Никто Не Знал На Сто Процентов Как Сложится И Как Получится Но Он Готов Пожертвовать Скажем Своими Энергиями На Которых Он Находился Спуститься На Землю Дабы Поднять Остальной Пласт Ну И У него Это Получилось В Тяжелые Годы Развала Союза Но И Все Равно Это Все Получилось Замечательно Как То Сейчас Он Он Переживает За Развитие Вот Либо Своей Семьи Или ЖКВН Может Будет Он Как То Смотреть Наблюдать Или Как То Будет Помогать Может Быть Развитию КВН Я Не Вижу Что Он Будет Как То Помогать Как То На Это Влиять Он Запустил Этот Процесс И Отходит В сторону Дальше Он Будет Как Некой Иконой КВН Так И Останется На Всю Жизнь Все Ремена Это Он Останется Но Это Желание Вы Изъявил Это Люди Изъявляют Такое Желание У него Такой Цели Необходимости Абсолютно Не Было Он Запустил Эти Энергии Теперь Дальше Главное Этим Энергием Жить Продвигаться Вверх Размножаться Преумножаться Замечательно Будет Будет У него Еще Воплощение На Землю Пока Точно Он Не Знает Потому Что Все Будет После Суда После Совета Но Точно Каких-то Ближайших У него Точно Не Будет Перевоплощений На Землю Может Может Сейчас Он Что-то Уже Знает Еще Больше Про Нашу Планету Что-то Хочет Сказать Может Быть Передать Человечеству Людям Нет Какой-то Может Быть Совет Все Что Мог Я Передала Оставил На Земле Уже Свою Ну Своей Жизни Своим Примером Своей Жизнью Своим Творчеством Хорошо Так Очень Хорошо Все Тогда Я думаю Будем Отключаться Галечка Благодарим Энергоинформационное Пространство Мы Беседовали С душой Александра Васильевича Маслякова КВНщиком Хорошо Светлый Путь Желаем Душе Дальнейшего Развития Он До Уровня Наставника Душа Доросла До Уровня Наставников И Дальше Продолжить Свою Высокую Миссию С Уровней Наставников Хорошо Светлый Путь Галечка Отключаемся От Ситуации Один Два Три Дальнейшего